Запрет на ввоз в Россию иностранных товаров легкой промышленности дал отечественным комбинатам своего рода «Карт-Бланш». Один из примеров – текстильный комбинат в Балашове. «Балтекс» – единственный российский производитель полиамидных тканей. Находясь на грани исчезновения, комбинат получил вторую жизнь. Сейчас здесь трудится 580 человек. Как именно модернизировали балашовское предприятие и почему его продукция оказалась сегодня, так востребована, узнала Юлия Шишкина. Оглушительный шум ткацких станков – здесь самая желанная музыка. А 4 года назад знаменитый Балашовский текстильный комбинат «Дышал на ладан». Эта страница его 45-летней истории в заводском музее связана с редкими заказами и долгами по зарплате. В 2010 году станки и вовсе остановились. В этом году его выкупил ОАО «Куйбышев Азот» и вложил 300 миллионов рублей инвестиций. Закупил новое оборудование. Вот одно из приобретений – швейцарская машина, которая укладывает нити в основу будущего рулона ткани. Здесь машина очень скоростная, очень производительная. Если старая машина, они до 200 метров в минуту работают, то это 800. В 4 раза производительность выше. Сегодня Балашовский «Балтекс» – единственный в России производитель полиамидных тканей. Сырье для них – искусственные нити химического происхождения – выпускают на Курском заводе. Отечественное производство – фактор особо ценный в нынешней политической ситуации. В августе этого года в России ввели запрет на покупку товаров легкой промышленности иностранного происхождения. Профильный министр региона Сергей Лисовский видит в этом только плюсы. Количество заказов у «Балтекса» уже увеличилось. Цель-то какая? Правительство хочет показать, что вопрос импортозамещения, он может быть толчком для развития нашей промышленности. Ну, расцветок больше большинства для военных всего. Больше военной структуры все-таки. Министерство обороны больше идет сейчас заказов, чем на такие пока что. Российский флаг набивали. Обязательно делаем. Когда праздники заказывают, мы обязательно это делаем. Это так называемый набивной участок, где на ткань наносится рисунок. Цветовая гамма камуфляжа в трех банках краски. За рабочую смену с конвейера сходит до 12 тысяч метров ткани с рисунком. Но до готовности еще далеко. В этой машине ткань покрывают специальной смолой, и пленка прикипает при высокой температуре. Кроме военного обмундирования, из полиамидных тканей «Балтекса» шьют спецодежду, туристические палатки, лодки и не только. Сейчас будут программы разрабатываться в школьной, для школьной формы. Под этим символом понимается одежда школьника всего ряда, как говорится. Не только одежда, но и ранцев, обуви, каких-то еще других вещей. Вот сейчас мы увидели, как делаются ткани, которые единственные в России, полиамидные ткани. Но надо решать задачи дальше. А химические компоненты, многие из-за рубежа, оборудование из-за рубежа. То есть развитие импортозамещения одной продукции, оно ставит вопросы и по другим. Каждый год «Балтекс» поднимает планку. В этом году выпустит 400 миллионов погонных метров. В следующем замахивается на миллиардный метраж. По словам министра Лисовского, есть планы заняться научной разработкой новых типов тканей, а также замкнуть производственный цикл, открыть в Балашове еще и швейную фабрику. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.